Ведение евро в Латвии за три месяца в Центр защиты прав потребителей поступило больше чем 400 жалоб. Все подробности в нашей еврорубрике. С момента введения евро в Латвии прошло 10 дней. Совсем скоро завершится период одновременного обращения латов и евро. А значит о латах можно будет забыть и в случае чего поменять их в банке или же на почте. 425 сообщений, касающихся евро, поступили в Центр защиты прав потребителей за последние пару месяцев. Особенно активными жители Латвии стали начиная с 1 января, когда начался период одновременного обращения латов и евро. Усиленное внимание потребители обращали на ценники, точность конвертации валют, а также на некоторые повышения цен. В свою очередь в Центре после проверки всех случаев констатировали, что повышение цен на некоторые товары было связано с их сезонностью, тенденциями мировых рынков и было экономически обоснованным. А теперь о детях, которые, возможно, впервые увидели единую европейскую валюту. Совсем недавно среди детей было проведено социологическое исследование. Вопрос был следующим. На какую монету 1 лат или 1 евро можно купить больше сладостей? Правильно ответили более половины опрошенных. Остальные с ответом затруднились. 20% посчитали, что обе валюты равны. Другие 20% респондентов ответили, что на лат все же можно купить больше сладостей. Это опрос детей в возрасте от 6 до 10 лет. Что касается первоклассников, то оказалось, что они хорошо осведомлены об обмене денег в Латвии и успешно различают бумажные и металлические латы и евро. Однако практически все опрошенные первоклассники считают, что евро дороже лата. Моя коллега Лива Раухваргере побывала в одной из латвийских школ и провела свой опрос по поводу новой для Латвии валюты. И вот небольшая нарезка. Посмотрим. Евро нужно для того, чтобы, например, поехать за границу и не менять там деньги. Это намного проще. Мне нравятся латы, но евро красивее. На латвийской монете евро изображена женщина, свинком и косичкой. Еще изображен континент и цифра один посередине. В Латвии теперь больше денег, ведь один евро – это 70 сантимов. Получается, что цена лата больше, а значит евро нужно больше. За деньги нельзя купить любовь, счастье, здоровье и время. Финансовые эксперты советуют родителям наглядно демонстрировать ребенку различия в стоимости денег и, например, сыграть с ним в продавца и покупателя, чтобы уже ребенок смог на практике понять, что такое евро, а что такое лат. Исследование показало, что более старшие ребята уже довольно хорошо распознают монеты по номиналам и умеют их считать. И это все про единую европейскую валюту. Это был последний выпуск Евро-рубрики. Хочется надеяться, что мы со своей задачей справились. И вы уже полностью готовы к евро. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok